Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Степанов и, ну, я думаю, те, кто следит за нашим каналом постоянно, уже помнят, в общем, куда я приехал и с какой целью. Вот, собственно говоря, и цель. Да. Вот эти, как минимум, два обоя. Это наш влоговый формат, где мы вместе с вами передвигаемся, значит, по Лос-Анджелесу, по мероприятиям, смотрим, что происходит вокруг, общаемся с людьми, ну и, в общем, неплохо проводим время. Сегодня, значит, у нас по плану посещение первого официального мероприятия, это пресс-конференция непосредственно с участниками двух основных поединков этого вечера. Посмотрим, так сказать, небольшой бэкстейдж, как это было изнутри, потому что сама пресс-конференция уже выложена на канале, пресс-подход с Федором тоже выложен на канале, но здесь мы немножко пообщаемся с Анатолием Токовым, с мочувствием перед последним боем Беллатор, вот на этом же этапе, и получим ответ на извечный вопрос, ну, который, не знаю, поднимали еще лет пять назад в лиге ASEA, по поводу кросс-турнира с Беллатором, кто же сильнее, ASEA или Беллатор, будет ли между ними турнир и все остальное, ну, конечно, мы пользуемся случаем, спросим у довольно компетентного человека с другой стороны, насколько это все возможно. Я не боюсь, давайте сделаем это. Вы не забывайте подписываться на наш канал, ведь чем ближе к турниру, тем здесь будет больше всего самого интересного. И в качестве старта давайте вот посмотрим на такую интересную картину, здесь изображены все чемпионы Беллатор, все-все-все. Вот как думать, к концу этой недели эта стена, так сказать, пополнится ли чемпионами из России? Вот как минимум может смениться это изображение, и получается вот это изображение. А сменится ли? Обязательно напишите в комментариях ваше мнение. Ну, а мы стартуем. Я сказала, стартуем! Погода здесь уже второй день, прямо скажем, шепчет, показывает 17 градусов, очень тепло. Сейчас выдвигаюсь потихоньку на первое такое официальное мероприятие. Будет сегодня пресс-конференция, ну и вообще сегодня в планах довольно много всего. Немножко я засиделся вчера ночью, сегодня утром, короче, чуть пропустил некоторые моменты, поэтому вынужден сейчас добираться до отеля на такси, чтобы быстрее зачекиниться на пресс-конференцию, ну и уже дальше отталкиваться и смотреть по ходу дела, что будет происходить. Поэтому потихонечку ждем моторчик и выдвигаемся. При входе в отель, где живут бойцы, где сегодня будет проходить пресс-конференция, вот такой вот, значит, такой вот перформанс. Оформили. Федор Емельяненко, Райан Бейдер, Джонни Эблин и, соответственно, Анатолий Токов. Зачекинился, все нормально, получил браслетик примерно минут 45 до начала конференции, пока еще не запускают, но выдали вот такие вот, значит, ну такое расписание карда. Так давайте посмотрим, какие бы и нам, в принципе, интересны. Вот здесь, видим, значит, открывается турнир боем Никиты Михайлова, следом за ним дерется Диана Авсарагова, потом небольшой перерывчик в два боя и следом целая батарея из наших ребят. Это Али Исаев дебютирует, Ахмед Магомедов выступает, Мухаммед Берхамов дерется. Ну и, собственно, все. Потом четыре боя перерыва до главного карда, ну и главный кард, в общем-то, все понимают, чего мы там ждем. Анатолий Токов в со-главном событии вечера и Федор в главном событии вечера. Получается, 7 из 14 боев это поединки с участием бойцов из России. В общем, предстоит нам достаточно много работы в день турнира, но и сегодня тоже будет, по идее, довольно насыщенный денек. Посмотрим. Вот, собственно говоря, сюда сядут Анатолий Токов, Федор Емельяненко, Скотт Кокер, Джонни Эблин. И Райан Бейдер, соответственно. Эй, как дела, ребята? Это Чейл под очками. Небольшое изменение. Позвольте представиться. Я должен был это сделать, Джон, потому что за сценой, когда я поздоровался с Федором, он повел себя так, будто встретил незнакомца. А сейчас я буду делать то, ради чего сюда пришел. Позвольте представить президента Беллатор мистера Скотта Кокера. Позвольте представить президент Беллатор ММА, Скотт Кокер. Позвольте представить президент Беллатор ММА, Скотт Кокер. Все, что я подогнал, чтобы я принять в «Колит». Что получается, для ЧАММОНИПОВЕРЛОДИКОВ, Давайте начнем с победителем Анатоли Котов. Вы завершали карьеру в 2012. У вас было много дел, семья и все такое. Что вселяет в вас уверенность, что сейчас вы готовы уйти окончательно? В чем разница между этим решением и решением 10 лет назад? Возраст. Моя сетка разная. Возраст, да. Пора заканчивать. Time to be done. Конечно, долго меня ждет семья. Моя мама меня просит уже устало переживать. She's always worried. И, конечно, возраст. My age. Скажем, ну, те нагрузки, которые выполнял, я уже их не удерживаю. Моя мы сейчас, на самом деле, не очень. Моя пом Ps Abона. Моя мыuke. Моя мыка. Умея мы сейчас. Моя микрофор Annika. На самом деле, она. Моя. Моя мыка. Моя мыка. Моя мыка. Моя мыка. Моя мыка. как так как исходя из того что сейчас уходишь уже до отсюда из этого спорта надеешься ли ты или надеялся ли ты что было бы немножко что-то по-другому сейчас с тем чтобы не у тебя в карьере а в целом спорта именно с горслей в спорте я да и не не ожидал что все так разобьется в плане сколько будет если раньше было только уважение вокруг турнира у бойцов друг другу сейчас сплошной негатив и сплошное неуважение ты всегда был известен как человек который достаточно безэмоциональный то есть никогда не показывал злость агрессию либо что это что-то еще то есть что именно помогало тебе контролировать свои эмоции это общались с тобой в начале декабря и ты тогда предполагал что подерешься в конце этого месяца в другой локации немножко все остальное вот когда ты понял что придется драться сильно раньше да я мне как бы изначально думал марта вообще 11 марта я уже настроился на 11 марта но потом так вот спонтанно сказали 4 февраля у них большой турнир будет и хотят поставить бой ну ты что ты на это скажешь честно говоря я сначала стопорнулся но ничего потом обдумывал и понял что ну надо конечно это шанс дался надо пользу воспользоваться им как бы перед выбором не поставили просто поставили перед фактом да грубо говоря не они сказали ты готов будешь 24 февраля ну и ждали моего ответа но недолго хватило тебе времени ну там полноценно подвестись к пятираундовому бою с таким не самым простым прямо скажем собер на джонни серьезный соперник ну и я думаю хватило да все хорошо чувствую можно сказать наш мод с вадимом разговаривали вадим же должен был драться в принципе в этом карте что из-за того что вадим не смог подраться тебе пришлось как бы занятие он не что бой вадима перенесли и а наш бы ну наперевно короче вадима бой вперед принесли а мой назад чуть-чуть ну я думаю это хорошо нормально все если про этом твое самочувствие сейчас и твое самочувствие перед там последним боем велатор вот на этом же этапе в принципе свет есть он светит как раз сравните вот если твое самочувствие там перед последним боем за несколько дней до него и сейчас какой если сравнить самочувствие перед боем за несколько дней то в этот раз у меня хорошее самочувствие мне как-то весогонка на меня так не влияет как обычно я не знаю чувствую себя хорошо федор тебе мягко сказать не чужой человек да родной человек а насколько это наоборот знаешь как-то тяжелее что ты дерешься с ним в одном карте по сути ты побьешься после тебя выходит федор но ты постоянно как бы это тоже держишь голове но это тяжело так как бы переживаешь за себя еще и из-за федора тоже начинаешь переживать и чуть как бы это но я рад что на одном турнире тем более федор пройдет свой последний бой и знаешь это бы это будет захватывающие эмоции получается в самом начале открывает карт по сути никита михайлов тоже ничего тебе человек а будешь ли ты смотреть его поединок ну я если буду в раздевалке то я наверно буду смотреть если если бы ну будут показывать там это так мельком посмотрю отвернуть а если я еще не буду в раздевалке не не ну не будет телевизора я не буду смотреть буду спрашивать просто те как как раунд закончился когда хабиб завершил карьеру дейна уайт еще примерно полгода или чуть больше пытался как-то вернуть его когда федор уйдет будете ли вы стараться вернуть его какое-то время не я думаю время пришло думаю пришло время федору закончить у него была великолепная карьера и сейчас у него большой бой позволим ему насладиться боем насладиться прощальной церемонии насладиться вечером и не знаю может я позвоню ему после и предложу как-то поработать с белатор быть каким-нибудь амбассадором в таком плане мы можем продолжать работать но как боец закончил значит закончил на пресс-конференции была затронута тема противостояния с лигой эйсей и они бросали вам подобный вызов еще года три назад а вы вообще слышали об эйсей знаете ли что-то они да я знаю но я никогда не говорил ни с кем оттуда может у майка был контакт но я никогда с ними не соприкасался многие лиги предложили нам подобное с тех пор как мы провели турнир с райзен если это имеет смысл я не боюсь давайте сделаем это вот в такой вот слегка мистической обстановке завершилось мероприятие свет вырубился самый неподходящий момент врубился сейчас но никогда уже в общем-то все подошло к концу ничего вроде бы все удалось записать по моему самым таким ярким моментом на именно пресс-конференции стал вопрос девочки по моему зовут ее кайло до которая больше известна как мини хабиб спросила она про ангану сорвала респекта чайло сона на вопрос для федора и если скотт кокер тоже хочет что-то сказать он может это сделать федор мы знаем что это ваш последний бой но если вы заберете пояс если фрэнсис нгану придет в белатор вы бы рассмотрели с ним объединительный бой за титулы белатор и и все не корректно говорить действующим чемпионе такие задатели не то что задавайте но отвечать не на это вопрос правда это completely correct to answer that question because of the ryan bader is over here and he is the champion this moment вот но так нет я уже от мой последний бой мне он и мне интересен чемпиона больше в принципе ничего такого прям примечательного не было после пресс-конференции состоялся в общем-то пресс-подход удалось несколько вопросов федору задать продлился он 12 минут и после меня естественно еще оставались вопросы но к сожалению задать их не удалось уже скорее всего общение следующая с федором будет после боя ну хотя бы что-то уже в общем-то неплохо ну и конечно же пресс-подход со скотом кокерам наконец-то удалось у него узнать по поводу какого-то контакта с лига и сей потому что там по моему президент лиги алексей яценко несколько раз сообщал о том что вроде бы белатор было сделано какое-то предложение либо это вопрос задано в общем готовы ли они или нет но вот сколько кокер сказал что переговоров не было по крайней мере может кто-то из его помощников общался но он лично об этом ничего не слышит думайте сами решайте сами не исключил возможности скотт кокер что можно сделать какой-то кросс турнир если это будет выгодная бизнес сделка но честно я в это не верю прежде всего конечно из-за политической ситуации что как бы в лига американская с лига российской сейчас не будет сотрудничать да и в целом наверное все таки чуть-чуть разные уровни медийности хотя конечно в плане там спортивных противостояний вопросов нет было бы максимально конкурента но отчет не не очень верится что это ближайшие по крайней мере пару лет воплотиться в жизнь честно еще пока не решил вот на данную секунду в какой последовательности все буду выкладывать возможно уже на канале лежит например отдельно пресс-подход федора а после этого я уже запущу вот этот влог сегодняшнего дня ну скорее всего будет это зависеть от того получится ли у меня сегодня во второй половине дня снять что я хотел снять о чем договаривался или не получится ну в общем я все конечно буду показывать но вот с вами пока делюсь своими соображениями на данную секунду насколько вот насколько могу так скажем поэтому давайте оставаться на связи я думаю увидимся в следующем кадре и там уже точно я буду знать чем буду заниматься дальше просидел я в отеле значит до восьми часов вечера и вот на такой козырные нотки решил завершить этот выпуск ну значит как мы поступили пресс-конференция уже лежит на канале пресс-подход к федору уже лежит на канале в этом выпуске ну из нового такое мини интервью с анатолием токовым и реакция скота кокера на предложение лиги и сей по поводу кросс турнира пока так договаривались мы еще кое-что сегодня подснять но это договоренности перенеслась на завтра поэтому завтра будет поверьте мне очень и очень интересно медиа день пройдет а потом отправимся мы снимать одну тренировочку бойца который тоже выступает в этом карте поверьте мне опять же мне кажется я зачастил со словом интересно но будет интересно любопытно и все остальное ну и чем ближе к турниру соответственно тем насыщеннее будут ролики на канале поэтому обязательно подписывайтесь чтобы ничего не пропустить друзья всем спасибо за внимание и счастливенько